Дорогие друзья, я рада вас приветствовать в нашей уже ставшей популярной рубрике «Ответы на вопросы». И сегодня я посвящу этот выпуск себе, как ни странно, потому что очень многие спрашивают меня, вот я сейчас зачитаю один из вопросов, доктор, а расскажите, пожалуйста, какие вы процедуры делаете именно себе. А как вы красите волосы или это постепенное окрашивание? Но, друзья мои, конечно же, я на себе пробую, использую многие методы, которые существуют в нашем арсенале. У меня еще нет пока подтяжки лица, мне еще по возрасту рано, но я с удовольствием использую все аппаратные процедуры. Я раз в 6-8 месяцев делаю себе альтеру. Кстати говоря, она как процедура очень эффективная для того, чтобы поддерживать вот овал лица, контур, чтобы небольшие брыльки, появившиеся их, нивелировать и хорошо поддерживать также вот область шеи. Но понятно, что если уже возникает избыток кожи и избыток жировой клетчатки, то этот аппаратный метод нам не поможет. Но тех, у кого есть легкий тос, вот как у меня уже начинающийся, то эта аппаратная процедура, она абсолютно великолепно дает такой легкий освежающий эффект. Что касается других процедур, я очень люблю BBL. Вот широкополосный свет мне очень нравится и в этом вопросе мне помогает Лариса Осина Радецкая, она замечательный специалист, косметолог, она гуру в этом вопросе. И вот она как раз для меня подобрала ту программу, которая мне очень нравится, потому что, друзья мои, текстура кожи является вообще основополагающим фактором восприятия лица, восприятия возраста. Поэтому вот я как раз использую эту процедуру. Я очень люблю эту процедуру BBL, она мне нравится тем, что дает такой, знаете, освежающий вид, и кожа выглядит здоровой, молодой, такой насыщенной. Но я использую ее где-то раз в месяц, иногда раз в два месяца, в зависимости от того, как позволяет мне время это сделать. Но я все-таки стараюсь не пропускать, потому что этой процедурой есть как раз четкая вот такая вот этапность. То есть, если ты это делаешь регулярно, то на выходе, я уже замечала это и на своих пациентах, что кожа, она выглядит, по сути, моложе уже на 10 лет. Но вот это то, что касается таких аппаратных методов. Я люблю очень, кстати говоря, инъекции гиалуроновой кислоты в плане биоревитализации. Но опять же с гиалуроновой кислотой, друзья мои, главное не переборщить. Потому что гиалуроновая кислота, она может у людей, у кого, например, такой лимфоидный тип, давать отеки дополнительные. Поэтому здесь не надо ориентироваться, делать как у кого-то. Косметолог грамотный всегда будет подбирать какие-либо вот эти комбинации процедур именно для вас. Потому что мы должны учитывать индивидуально текстуру кожи, мы должны учитывать индивидуально, опять же, какие есть возрастные изменения, есть ли расширенные поры, есть ли участки пигментации и так далее. От этого уже всякие режимы подбираются. Конечно же, вот СО2 лазер со шлифовками, которые можно также себе использовать где-то раз в год для того, чтобы немножечко, как я говорю, подсобрать кожу, чтобы сузить поры, также хорошо и эффективно, например, при толстой коже. Но я себе также где-то раз в год эту процедуру провожу. Опять же, для пациентов с тонкой кожей это будет другая концепция. Ну а что касается окрашивания волос, друзья мои, моя замечательная Танечка, она стилист и я с ней очень давно по жизни, Татьяна Маркетанова, но она использует, я как раз для нашей передачи спросила, что это краска фирмы L'Oreal, серия Majorelle Highlight. Она использует H Violet плюс Violet H в равных пропорциях и добавляет 12% оксидант. Но опять же, это не является формулой для всех, потому что подбор вот этого окрашивания всегда идет в зависимости от цвета изначально ваших волос, потому что у меня изначально волосы светлые, поэтому здесь для того, чтобы получить вот этот холодный оттенок, эта схема работает. Ну а в вашем случае конкретном нужно всегда ориентироваться все-таки на выбор специалиста. Ну что же, друзья мои, оставайтесь красивыми, с вами была я, Екатерина Кудинова и до встречи в следующих выпусках, а я жду ваши вопросы и на все обязательно отвечу. Пока!